Вы смотрите программу Телемикс Настроение, с вами Ульяна Сотникова и знакомьтесь, Андрей Васильев, Максим Колесников, дуэт Акустик Лайф. Спасибо, ребят, что пришли, несмотря на такую рань. И сразу вот хотелось бы узнать, вот Акустик Лайф, у вас двое человек, да? Почему именно вот вы решили играть в паре? Ведь музыкантов у нас в городе о-го-го как много. На самом деле музыкантов в городе не так много, хороших, достойных музыкантов. Есть люди, которые там, может быть, себя считают. Даже я, если не считаю себя своим музыкантом, просто, ну, как сказать, удачно так совпало, что мы работаем, потому что это приносит определенный успех, этот дуэт. Остребован, как бы, поэтому работаем. Я так считаю, лично, я считаю, что у нас неплохо получается. Как вы встретились? Почему вот именно? Да, мы уже друг друга давно с Андреем знаем. Город у нас не такой уж и большой. И музыкальный этот костяк людей, он там, как бы, тоже все друг друга знают. в этом городе, поэтому предложили, как-то вот, само собой, эта идея пришла. Попробовали, пошло потихонечку, начали выступать. Но вы как-то инструментально друг друга дополняете? Как вот, в чем ваши дела? Знаете, здесь, как бы, и инструментально, и вокально, то есть, у Андрея определенный жанр работает, там, свой стиль у него, свой у меня, свой стиль работает. То есть, у нас, как бы, мы, музыкальные предпочтения у нас, как бы, разные, я считаю, но... Друг друга дополняем все равно. Да, но в том-то вся и соль, что когда музыкальные предпочтения разные, оно и лучше. То есть, ему нравится одно, мне другое, мы это реализуем просто. Ну как, вы разными голосами поете? У вас гитары по-разному звучат? Нет, голосами, ну как разными голосами? Поем мы своими голосами, просто в разных позициях. Ну да, там первый, второй, это все, что я знаю с уроков вокала. Ну давайте, чтобы не быть голословными, наверное, тогда буквально припев, куплет, можете что-нибудь исполнить, чтобы... Ну вот, инструментаточку мы можем сыграть для начала, разогреть. Чтобы было понятно, кто за что отвечает музыкально. Музыка 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 С некоторых пор, как начала заниматься танцами, я не могу спокойно слушать музыку, мне сразу хочется, чтобы со мной танцевали, сразу порхать. Что хотел добавить? Ну, сыграем песню, давай, Андрей, споем Игоря Талькова песню, вот я люблю песню «Я вернусь», вот моя любимая песня. Музыка Музыка Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос, на руинах нищей страны, над дождями и слез. Музыка Но не предан земле тиран, объявившим войну в стране, и не видно конца и края этой войне. Музыка Я пророчить не берусь, но точно знаю, что вернусь, пусть даже через сто веков в страну нет дураков, а гениев. Музыка И поддержаны в бою, я воскресну и спою, на первом дне рождения страны, вернувшись с войны. Музыка Шикарно. Что же я не доучилась-то игре на гитаре в свое время. Ребят, ну вот Андрей, ты рассказывал на днях, что приходилось ездить вот в находку выступать. То есть часто где-то гастролируете? Ну, как бы приходится. Где выступаете? Вот самое такое место, в котором ты гордишься? Или городом, куда приходилось? Ну, вообще, по большому счету, везде приятно выступать. То есть гордость присутствует тогда, когда просто вообще выступаешь. То есть неважно где. Ну, на различных корпоративах. Ну, а так вот в основном мы выступаем. Это ресторан Сорбона. То есть Раиса Николаевна нас любит, постоянно приглашает. Так же, как ресторан Университет и другие заведения. Вот вдали небес. Вот в основном такие вот самые точки, которые где нас приглашают. В нашем городе популярны, да. Вот лично мне в Сорбоне больше всего нравится. Там самый хороший звук, атмосфера хорошая. Хороший у нас этот ресторан. Как бы не для рекламы сказать, а вот именно лично мое ощущение. Вот самодостойное заведение всех, которых приходилось выступать. Вот этот ресторан, там и кухня, как бы и такую обстановку. Ну, а другие города? Что другие города? Куда вот дальше все приходилось везжать? Находка? Ну, мы ездили в Находку недавно буквально совсем тоже. Ну, вообще мы были и где мы? В Хароле были. Ездили и на Штыковские пруды мы ездили там. И в Находку. И в Уссурийске, в Пограничном. В Пограничном были два раза. Ну, потихонечку, потихонечку так раскрываем. Люди приехали где-то раз. В Пограничном два раза звали там. Потому что так понравилось, что они там. И позвали потом на второй день рождения. Мы там к кому-то ездили. Уже помню, там поздравляли человека. А есть мечта, куда поехать? Потому что вот сегодня в Буэнос-Аресе, я говорила уже об этом в программе, проходит фестиваль гитаристов. То есть за полгода люди подают заявки, чтобы приехать туда и там сыграть. Вот есть какая-то такая вот мечта побывать в каком-нибудь городе, может быть, на каком-то мероприятии? Какой музыкант или человек мечтает на большой сцене на каком-то глобальном выступить? Конечно, есть и такое желание. Ну, потихонечку, это все, как и никак Москва не сразу стоялась. Потихонечку, мелкими шагами, я думаю, где-нибудь выступим. Где-нибудь и позовут. Да, может быть, я думаю, надеюсь. Вы ждете, что позовут, сами не хотите ехать. Не, ну, как бы, я заявляюсь периодически, где-то там мы подаем рекламу и все такое. Ну, сами понимаете, люди у нас долго раскачиваются, нужно человеку увидеть, услышать хотя бы один раз. Для этого всего лишь нужно почаще приходить к нам в гости, да? Я надеюсь. И играть красивую музыку для наших телезрителей. Давайте чего-нибудь из бодренького и веселенького у нас минутка осталось, чтобы так быть в тонусе. Бодренькая веселенькая. Народ. Сейчас города сыграем. Та-та-та-та-та-та. Та-та-та-та. Та-та-та. Та-та. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok